Кому отдать предпочтение для участия в проекте? Принять решение быстро у экспертов не получается. Возможность измениться внешне и внутренне могут получить только пять конкурсанток, а претенденток оказалось в несколько раз больше. Поэтому жюри вновь и вновь рассматривают фотографии и читают анкеты участниц. В итоге отбирают совершенно непохожих друг на друга девушек. Зрителю, наверное, было бы неинтересно смотреть на пять домохозяек или на пять продавщиц, грубо говоря. То есть девушки, каждая со своей историей, каждая, наверное, со своей маленькой трагедией, которую нам, как мастерам, как экспертам и нашим партнерам предстоит излечить от недугов и полюбить себя девушкам в первую очередь придется. Тем, кто попал в пятерку счастливец, предстоит измениться до неузнаваемости за очень короткий срок. Но прежде с них буквально сойдет семь потов. Руководитель спортивно-оздоровительного центра «Тонус» уже готовит для каждой индивидуальную программу тренировок. Для того, чтобы показать, насколько девушки в короткие сроки могут, ну, скажем так, привести себя в порядок, нам бы очень хотелось показать, какие бывают у нас женщины до и какие не бывают после. Поэтому, на самом деле, проект очень будет интересный. Не только сбросить все лишнее, эксперты помогут еще и приобрести новый имидж. И здесь участницы могут ждать сюрпризы. Возможно, кому-то из них стоит готовиться к тому, что, например, придется расстаться с длинными волосами. Наша задача – подобрать правильную форму, возможно, полностью изменить образ. Кого-то придется обстричь, кого-то перекрасить. Ну, я думаю, что это будет очень интересно и самим девушкам, и телезрителям. Подчеркнуть осиные талии поможет стилист проекта. Ольга Киселева готова подтолкнуть девушек выбросить из жизни старые вещи и подобрать себе новый гардероб. При помощи одежды мы, естественно, можем как подчеркнуть недостатки, так их и скрыть. То есть, любая фигура, каждая женщина, она индивидуальна и прекрасна на самом деле. И при помощи удачно выбранной и подобранной одежды мы просто еще более делаем замечательно. Косметичка в умелых руках женщины может стать грозным оружием. Но тушью и помадой нужно уметь правильно пользоваться. Очаровательных участниц проекта наши эксперты готовы научить и этим премудростям. Моя задача показать и научить девочек, чтобы они могли поддерживать свой полный образ в домашних условиях. То есть, уже знали точно, как им с утра себя накрасить, как нанести косметику правильно, чтобы выглядеть шикарно. Познакомиться поближе с участницами проекта зрители телеканала «Евразия» могут 14 ноября. Проект «Хочу и буду» будет выходить каждую неделю по пятницам после выпуска новостей. Юлия Томилина, Денис Неугодников, Хроника дня.